Здравствуйте, дорогие друзья! Рад, что снова могу быть с вами на связи и поделиться информацией о жизни и служении Славянской Церкви Адвентистов 7 дня здесь, в городе Сакраменто. В эту субботу у нас будет особенное служение, так как мы будем проводить обряд Вечери Господней. И я очень рад, если вы сможете присоединиться к нам и быть в Доме Молитвы в это время. Если же у вас есть проблемы со здоровьем или по каким-то другим причинам вы не можете быть с нами в эту субботу, то приедьте завтра с 9 до 5 часов сюда в Дом Молитвы, и вы сможете взять символы и присоединиться к нашему служению Вечери Господней онлайн в субботу. Очень надеюсь, что это служение будет большим благословением для каждого из нас. У нас есть предложение создать новый проект в Церкви. Это проект по изучению английского языка для взрослых. Мы бы хотели, чтобы эти встречи или эти занятия проходили по вторникам, в то же время, когда у нас занимаются следопыты и искатели приключений. Таким образом, родители, которые привели своих детей на их встречу, смогут провести с пользой занятия по изучению английского языка. Мы очень надеемся, что этот проект будет иметь и миссионерский характер. Таким образом, мы сможем знакомиться с друзьями, с людьми, которые приехали сюда не так давно и тоже нуждаются в изучении английского языка. И тут есть, знаете, это работает в две стороны. Или дети пригласят своих родителей на встречу по изучению английского языка. Или родители, которые будут приезжать на встречу по изучению английскому языку, приведут своих детей на занятия, искателей приключений или следопытов. Поэтому очень надеемся, что этот проект будет благословением для всех, и взрослых, и детей. Но первое, что нам нужно решить, нам нужно найти преподавателей. Поэтому, если такой навык есть у вас, или же вы знаете, кого мы могли бы привлечь к этому проекту, пожалуйста, сообщите мне на мой номер телефона, который вы сейчас здесь увидите. Будем очень благодарны вам за сотрудничество и помощь в этом служении. Еще одно объявление. В наш регион из Лос-Анджелеса переезжает семья. Они ищут жилье в районе Вест-Сакраменто. Если вы знаете, кто сдает жилье, апартаменты или дом, пожалуйста, позвоните по номеру телефона 916-513-2416. Еще раз повторюсь, 916-513-2416. Будем очень благодарны за вашу помощь в этом вопросе. Хочу напомнить, что у нас проходят выборы в общине. Первое, хочу, чтобы вы молились. Молились, чтобы Бог касался сердец, и были избраны те люди, которых Он видит на этом служении в этом году. Также в прошлую субботу все, кто были на богослужении, вы получили анкеты. Эти анкеты очень помогут нам в проведении вот этого процесса выборов в общине. Поэтому я очень вас прошу, заполните эти анкеты и принесите в следующую субботу. Если же у вас не было прошлую субботу, то вы в эту субботу сможете эти анкеты получить, заполнить их и вернуть. Еще раз мы будем очень благодарны, если вы сделаете эту работу для нас. Молитвенный блок. Мы продолжаем молиться за нашу сестру Ольгу Казаренко. Молимся за Богдана Сыпьюка. Он в процессе восстановления после операции на колено. Также продолжаем молиться за нашу сестру Валю Жигайло. Ей скоро должны сделать операцию по замене клапана на сердце. И также я прошу вас и дальше молиться за нашу сестру Ларису Подоляка. Я разговаривала с ней вчера по телефону. Она в очень тяжелом состоянии. Ее болезнь привела к тому, что сердце пришло в очень плохое состояние. И по сути врачи даже не знают, возможно ли решить эту проблему сейчас. Она сказала так. Я все отдаю в руки Божьи. Пусть Бог руководит всем. Поэтому я прошу вас, молитесь, чтобы Бог ее поддерживал. Чтобы Он укреплял ее. Если у Него есть планы исцелить ее, то чтобы Он сделал это чудесным образом, чтобы это было свидетельством для каждого. Если же у Бога есть план забрать ее на покое до момента, когда Он вернется на нашу землю, то пусть ее вера укрепляется. И она с надеждой живет те дни, которые Бог отмерил для нее. Пожалуйста, молитесь за нее каждый раз, когда склоняетесь на колени. Также мы не перестаем молиться за окончание войны в Украине. Хочется, чтобы эта проблема решилась тоже. И не только за Украину. Повторяюсь, время от времени я об этом говорю каждый раз. Мы молимся за все те проблемы, с которыми люди сталкиваются в этом мире. А войн очень много. Войн голода, землетрясения, беды. И всякого рода ее очень много на этой планете. Поэтому молимся, чтобы Бог утешал, поддерживал, укреплял, помогал во всех этих обстоятельствах. Где мы можем каким-то образом быть привлечены к этому делу. Чтобы Он открывал и наше сердце, и показывал нам видение, каким образом мы можем быть помощью для этих людей. Молитесь. Молитесь, чтобы Бог каким-то образом решал те вопросы, с которыми человечество сегодня сталкивается. Ну а самое главное, чтобы в конце концов Он вернулся, и все эти беды, они закончились. В заключении хочу прочитать текст из Священного Писания. Это Псалом 18, 9 стих. Наставления Господа праведны, радуют сердце. По велении Господа лучесарны, просветляют глаза. Пускай Слово Божье радует наше сердце и указывает нам путь, как нам дальше жить. Божьих вам благословений, дорогие друзья. И до встречи уже в эту субботу.